На следующий день Иоанн опять стоял с двумя своими учениками. Увидев ведущего Иисуса, он сказал, «Вот ягненок Божий!» Оба ученика, услышав эти слова, последовали за Иисусом. Иисус обернулся и увидел, что они идут за ним. «Что вы хотите?» – спросил он. «Раби, что значит учитель, скажи, где ты живешь?» – спросили они. «Идите за мной, и вы сами увидите», – сказал Иисус. Было около десятого часа. Они пошли, увидели, где он живет, и пробыли у него до вечера того дня. Одним из двух слышавших слова Иоанна об Иисусе и пошедших за ним, был брат Симона Петра, Андрей. Он разыскался у его брата Симона и сказал, «Мы нашли Мессию, это значит помазанника, и привел его к Иисусу». Иисус посмотрел на Симона и сказал, «Симон, сын Иоанна, тебя будут звать Кифа, что значит камень, а по-гречески Петр». На следующий день Иисус решил идти в Галилею. Он нашел Филиппа и сказал ему, «Следуй за мной». Филипп был из Вифсаиды, из того же города, что и Андрей с Петром. Он нашел Нафанаила и сказал ему, «Мы встретили того, о ком написано в законе Моисея, и о ком писали пророки. Это Иисус, сын Иосифа из Назарета». Нафанаил ответил, «Разве из Назарета может быть что-нибудь доброе? «Пойди и посмотри», – сказал Филипп. Когда Иисус увидел идущего к нему Нафанаила, он сказал, «Вот истинный израильтянин, в котором нет ни тени притворства. Откуда ты меня знаешь?» – удивился Нафанаил. Иисус ответил, «Еще до того, как Филипп позвал тебя, я видел тебя под инжиром». Тогда Нафанаил сказал, «Раби, ты действительно сын Бога, ты царь Израиля». Иисус сказал, «Ты говоришь это, потому что Я сказал, что видел тебя под инжиром. Ты увидишь еще больше этого». И добавил, «Говорю вам истину. Вы увидите открытые небеса и ангелов Божих, спускающихся и поднимающихся к Сыну Человеческому». На третий день в Кане, в Галилее, был свадебный пир, и мать Иисуса была там. Иисус и Его ученики тоже были приглашены на свадьбу. Случилось так, что во время пира кончилось вино, и мать Иисуса тогда сказала им, «У них нет вина». Иисус ответил, «О, женщина, почему я должен заботиться об этом? Мое время еще не настало». Мать Иисуса сказала слугам, «Делайте то, что Он вам скажет». Рядом стояло шесть больших каменных сосудов, которые иудеи использовали для обряда выхомовений. В каждый сосуд вмещалось по две или по три меры. Иисус сказал слугам, «Наполните сосуды водой». Те наполнили их водой доверха. «А теперь зачерпните», сказал Он, «и отнесите распорядителю пира». «Они так и сделали». «Они так и сделали». Тот попробовал воду, ставшую вином. Он не знал, откуда взялось вино. Об этом знали только слуги. Распорядитель отозвал в сторону жениха и упрекнул его. «Все подают вначале вино получше, а потом, когда гости напьются, подают вино похуже. А ты сберегал лучшее вино до сих пор». Так Иисус положил начало знамением в Кане Галилейской и явил Свою славу. И Его ученики уверовали в Него. После этого Иисус вместе с матерью, братьями и учениками пошел в Капернаум. И там они пробыли несколько дней. Приближалось время Иудейской Пасхи, и Иисус пошел в Иерусалим. Иисус поездил в Каналу Иисус поездил в Каналу. В храме он видел людей, продававших быку. Сделав из веревок плеть, он выгнал из храма всех торговцев, а также овец и быков. Он опрокинул столы менял, рассыпав их монеты. «Уберите это отсюда!» — говорил он продавцам голубей. «Как вы смеете превращать дом моего отца в базар?» Его ученики вспомнили записанное в Писании. «Ревность о доме твоем снедает меня». Тогда иудеи спросили у него, «Каким знамением ты можешь доказать нам, что ты имеешь право все это делать?» Иисус ответил им, «Разрушьте этот храм, и я в три дня восстановлю его!» Иудеи ответили, «Этот храм строился 46 лет, а ты собираешься восстановить его в три дня?» Но Иисус имел в виду не здание храма, а свое тело. После того, как Иисус воскрес из мертвых, ученики вспомнили его слова и поверили Писанию и словам Иисуса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова